Итак, мы возьмем несколько минут и посмотрим, как пойдет. Это слово не связано со служением, которое запланировано на сегодня, за исключением того, что это напрямую связано со служением, которое запланировано на сегодня. Просто так это работает. Итак, вы готовы? Мы начинаем с 12 стиха 51 главы Исаии. «Я, Я Сам, утешитель Ваш, кто Ты, что боишься?» Еще раз, возможно, вы не расслышали первую часть стиха, это сногсшибательно. Бог говорит, «Я, Я Сам, утешитель Ваш, кто Ты, что боишься?» «Я, Я Сам, утешитель Ваш, кто Ты, что боишься?» «Кто Ты, что боишься человека, который умирает, и Сына Человеческого, который тоже, что трава?» И вот уже страх перед людьми убегает через окно. Видите ли, надо читать сердцем. Учитесь читать с Вашим другом Христом Иисусом, и эти вещи станут плотью в Вас. Они не зависят от того, насколько Вы сильно стараетесь, но зависят от Вашего добровольного подчинения, от того, как Вы уступаете тому, который говорит. И вот что Он говорит. С момента, как Я открыл свою природу Вам, Вы потеряли право на страх. Вы все еще можете идти за страхом, но при этом Вам нужно покинуть зонтик Его откровения, Его природы. Вы можете выступить за Него, Вы можете это выбрать. Но место безопасности находится в понимании того, кто Он есть. Стих 13. «И забываешь Господа, Творца Твоего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься». Что произошло в истории о Гидеоне? Это длинная история, я лишь немного коснусь ее. Когда Господь готовился к тому, чтобы призвать Гидеона в служение, есть отрывок в Писании, когда пророк поднимается, пророк без имени, неназванный пророк, пророчествует Израилю, Господь говорит через этого пророка Израилю, «Я говорил Вам, не бояться богов Амареев и Мадеонитян, но Вы не послушались». На что это похоже? Когда Израиль... Давайте я чуть вернусь назад. Проступки Израиля случались, становились явными через то, что они поклонялись другим богам. Когда Израиль становился самодовольным, холодным сердцем, удалялся от Бога, в конечном итоге они заканчивали тем, что начинали поклоняться другим богам, идолам... Вы со мной? Когда этот путь к другим богам начинался? Он начинался со страха чужих богов, потому что ты прославляешь то, чего боишься. Вот почему, когда ты боишься бедности, ты будешь держаться за деньги и презирать людей, которые говорят о деньгах в церкви. Это как Иисус сказал, «Ты будешь любить одного, — это Он, — а другого презирать, или ты будешь держаться за одного и презирать». Откуда это происходит? Это приходит из страха. Каждая ценность, каждый план, каждое решение приходит либо от любви, либо от страха. Это два источника, из которых приходят наши мысли или амбиции. Существует множество людей, которые боятся силы, которые присутствуют в некоторых культах. Есть много верующих, которые боятся определенных болезней и упоминают их с чувством почтения. То, чего ты боишься, будет определять то, чему ты поклоняешься и как ты поклоняешься. Бог говорит, «Я, Я Сам, Утешитель Ваш, кто ты, что боишься». Поехали.